Добрый вечер! Это программа «Простые вопросы». Сегодня в гостях обладатель уникального голоса и целой коллекции этнических музыкальных инструментов, которые он использует на своих концертах. Итак, российский певец-музыкант-композитор Николай Носков сегодня в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Коллекция этнических инструментов пополняется? Нет. Я использую их, я ими не владею. Это индейский инструмент и башкирский национальный инструмент, курай называется. Нет. Больше я этнических инструментов не использую. Просто я долго искал эти инструменты для того, чтобы добавить в свою музыку что-то нового, какого-то звучания, выразить какие-то эмоции, которые есть в моей музыке. А почему решили остановиться в собрании коллекции? А что повторяться? Ваша программа, с которой вы приехали в Благовещение, называется «Трилогия». Три чего? Трилогия – это, в принципе, три состояния моих, которые выражены в музыке. Это и временные состояния, и музыкальные состояния, поиск музыки. То есть это начинается еще с группы «Москва», и там «Парк Горького», и потом вот так-так-так-так-так-так-так-так-так и до сегодняшнего дня. То есть это все практически… Я никогда не играл песни «Парка Горького», которые написал еще на первом альбоме. Наконец-то поклонники дождались вот этих мотивов. Да, и надеюсь, что там есть одна вещица, композиция, которая называется на английском «Suntimes the Night». Иногда ночью, или по ночам, я вижу себя идущим в другом направлении, нежели моя реальная жизнь. То есть очень серьезная вещь. Она вышла синглом в Англии, в Америке ее не стали выпускать, потому что слишком серьезная. Там нет ничего «I love you», «I need you», «I want to touch you». Там как бы о жизни, очень серьезный текст. Это будет сопровождение струнного квартета? Нет, это рок-композиция. А, но струнный квартет все-таки все равно будет? А он всегда на сцене. Всегда уже несколько лет подряд. Но помнится, несколько лет назад вы еще сюда приезжали, а вы пели без него. Ну, насколько долг был путь к этой мечте? Очень долго, очень долго. Это такой ужасно долгий эксперимент был, потому что я сам блуждал, как в потьмах, потому что не знал, к какой стороне это подойти. Когда работал с большими составами, это было, да, как-то мощно, пафосно. Но вот эта интимность, вот это вот откровение, оно уходило из музыки. Был пафос такой, выходит артист, сзади сидит там, туча рыл со скрипкой, с крипичными инструментами, понимаете. И вот они там волтузят, и как-то все это, ну да, пафосно, а хотелось больше такого доверчивого, интимного состояния. Почему? Я ездил, с большим составом ездил. Но когда я потом стал думать, о каким же составом можно обойтись. Потом мне пришла идея слить все-таки воедино струнные и орган. То, что в общем-то в классике никто не делает, потому что там кафедральный орган и струнные, они не работают вместе. Орган очень мощно, он перебьет любые инструменты. А я взял обычный, традиционный такой звук органа Хамонт, рокового, и свел его с квартетом. И получилось как раз то, чего я хотел. Я счастье разбил С торжеством святотаться И нет ни доски, ни укол По каждой ночи Так ясно мне сняться Большие ночные озера Вы очень трепетно относитесь вообще к звучанию. Я не раз уже наблюдала, как вы проводите саундчеки. Вот насколько для вас это важно? И можете ли вы прекратить или вообще не выйти на сцену из-за плохого звука? Ну, было пару раз. Это в городе Кирове, кажется, я отменил концерт, потому что не было хорошего звука. Потому что я считаю, что, ну как, если люди приходят слушать, не орать просто, а именно послушать, как-то раскрыться, забыть о себе самом и просто уйти в музыку, для этого нужен звук. А если звука нет, ну какой это концерт? Непонятно что. Интересен опыт был у вас в качестве жюри в программе «Большая перемена» на канале НТВ. Просто сейчас вот очень много таких проектов, несколько сразу же идут, когда какие-то пародии, да, либо вот в этом шоу выяснилось, что даже некоторые поют лучше своих оригиналов. Вот как вы считаете, какое будущее у этих артистов? Да это не артисты были, это люди, которые на самом деле, вот знаете, чем любитель отличается от профессионального? Почему? Потому что любитель просто любит, любит то, что делает. А подчас профессионалы, это случайные люди на сцене, их достаточно много. Сначала я пришел туда, я думал, боже мой, что я им говорить буду? Ну, с точки зрения профессиональной, не будешь же человека непрофессионального очень строго судить за то, что он вот так или неправильно что-то делает. Я понимал, что передо мной любители, люди, которые просто любят то, что они делают. Но был, еще раз скажу, удивлен просто, когда увидел, что они еще помимо того, что умеют петь, они еще и артисты прекрасные. Что вас больше всего вдохновляет на творчество? Ваши альбомы совершенно разные, отличаются друг от друга? На творчество можно что угодно вдохновить. Ну, ты с последнего что-то удивила, эмоции добавила? Сейчас-таки у меня в музыке некие переживания прошлого, что ли, воспоминания его. Знавать тебя в таком эфире С раком моим лицом Звать тебя в таком эфире И встретить взгляд Звать тебя в таком эфире Как камешек в песке Можете поставить диагноз сегодняшнему шоу-бизнесу? Я не знаю о нем ничего, честно вам скажу. Я не интересуюсь просто. То есть вы в стороне? Ну, как бы не то, что в стороне. Я в. Но вот так, кто с кем, куда, как, где, чего происходит, я вообще понятия не имею. Вы долго работаете над альбомом? Потому что последнее посмотрел в 12-м году. Я ужасно долго работаю над музыкой, мучительно. Я пишу, выбрасываю этот материал. Вы такой перфекционист? Ну, нет, но я, понимаете, я считаю, что прежде чем это придет к слушателю, это должно в тебе просто как-то произрасти, стать уже созреть. И когда ты поймешь, что это созрело и готово для показа, тогда нужно выносить на публику. Ну, материала хватает на ежегодные концерты? Да, конечно, хватает. Говорят, что на ваш концерт сегодня придет Стас Михайлов. Стас? Ну... Вы дружите? Нет, никакой дружбы нет, просто это так принято у нормальных людей, вообще у музыкантов. Просто приходить друг к другу на концерты. Ничего особенного в этом нет. Но вы слушаете как профессионал или можете отключиться, как зритель? Нет, ну если меня захватил, как говорится, исполнитель, то какой ты у тебя профессионал? Я становлюсь просто зрителем, слушателем. А у кого из коллег по цеху были в последний раз на концертах? У кого ж я был... Да все так вот... Вот Стасу повезло. Мы работаем сразу вместе. Вот. А так не получается, конечно, очень редко бывает. Последний раз был на парке Горько, на юбилее, да. Я спустился в зал, и наконец-то у меня появилась возможность увидеть почти себя со стороны из зала. Очень интересно наблюдать. Сегодня очень многие артисты какие-то параллельные проекты запускают. Например, тот же Стас Михайлов, «Линию постельного белья». У вас есть что-то подобное? Бизнес там, ресторан? Знаете, я, честно говоря, вообще не умею торговать, делать бизнес. Я думал даже, я просто думал. Вот думал, думал, а все равно ничего не получается. Я как-то во мне вот это торговать, перепродавать, отдавать, у меня что-то с этим никак не клеится. Поэтому я думаю... Поэтому клеится в музыке? Ну, наверное. Спасибо большое, что вы уделили время. У нас в гостях был Николай Носков. Спасибо. Будем ждать в следующий раз. Спасибо. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ